Иван Федоров, городской голова Мелитополя, с нами на связи. Узнаем, как сейчас обстоят дела в городе. Здравствуйте, Иван. Да, приветствую вас. Только что у нас в эфире был сюжет о том, что, в том числе о том, что оккупанты бегут из Мелитополя. Что вы об этом знаете? Насколько этот процесс активный? Как давно продолжается? Сколько их там еще остается? Кого в первую очередь они вывозят? Процесс выезда и миграции начался недели две, две с половиной назад. Но нужно четко разграничить. Они вывезли свои семьи и на сегодняшний день пытаются сбежать часть коллаборантов. Это действительно правда. Коллаборанты под видом отпуска, под видом отдыха, под видом проведать родных, близких, которые где-то там находятся, всячески пытаются выехать за пределы оккупационной власти и временно оккупированного города Мелитополя. Но сегодня есть вещи, которые подталкивают коллаборантов бежать. Как минимум то, что, как следствие принятия военного положения диктатором Путиным, сегодня расшисты пытаются сформировать штабы теробороны на территории временно оккупированного Мелитополя и других городов оккупированной Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской области. Такую себе тероборону. Этого сейчас они размещают на территории коммунальных предприятий, школ, которые захвачены и функционируют, и медицинских учреждений. Они размещают объявления о формировании таких штабов обороны. И вот с 20 числа по 26 они собираются сформировать данные штабы. Хочу отметить, что ранее они мобилизировали и сделали батальон, который они называют добровольский батальон, но точно 3000 людей туда добровольно не пошло, уже они сформировали 3000 батальон, мобилизировали туда, а сейчас пытаются сформировать еще добровольческие батальоны. Поэтому это еще один сигнал для того, чтобы коллаборанты начали значительно быстрее бежать. Ну и, конечно же, те новости, которые идут с линии фронта Запорожской, с района Мелитопольского, они расстраивают коллаборантов в первую очередь. Это, я уточню, как то, что за вчерашний день только было уничтожено 200 оккупантов, 200 российских военных. Вчера был уничтожен склад в Михайловке, Мелитопольского района. И продолжаются эти действия, и точно, мы же понимаем, никто не остановится, и наши вооруженные силы будут освобождать наш город. Как еще, пожалуйста, Иван, скажите, кроме формирования штабов территориальной обороны, как еще введение военного положения отразилось на жизни в городе? – Отразилось массовым террором. Сегодня значительно жестче стала ситуация с грабежами, с вскрытиями квартир, с обысками. То есть мы видим за последние две недели тенденция существенно ужесточилась. Массово людей воруют. То есть каждый день мы получаем известие от трех до десяти людей, которых забирают в плен. Причем, если раньше мы хотя бы могли какую-то тенденцию сказать о том, что этот человек был раньше чиновником, или этот человек был ранее депутатом, или ранее он служил в вооруженной силе, либо родственники служили, либо с яркой проукраинской позицией, то сегодня самых обычных людей забирают, и нету никаких критериев, по каким они пытаются что-то вычислить. Также хочу отметить, что грабежи в квартирах, обыски в квартирах, а как следствие обыска грабеж в квартире, это сегодня обычная практика, которую могут видеть наши горожане, каждый на своей лестничной площадке. И как следствие этого сегодня мы можем констатировать тот факт, что менее 30% горожан остались во временно оккупированном городе. А это 50 тысяч из 150 тысяч населения, которые были в мирное время. Для нашей аудитории я хочу, чтобы мы немного детальнее показали вообще географию того, где находится Мелитополь, находится в самом-самом тылу оккупации временной. Коллеги, покажите, пожалуйста, изображение на экране, карта Deep State. Вот слева находится Херсон, и вы видите, красным светом выделена вот эта группировка правобережная, которая, собственно, и готовится принять бой от вооруженных сил Украины по освобождению нашей территории на правобережье. И вот Мелитополь аж ого-го, как далеко от Херсона, если мерить, конечно, расстояниями этой войны. И как мы видим, даже здесь, до границы с Энергодаром, с Никополем, тоже далековато. То есть правильно мы, Иван, понимаем, что если в Мелитополе готовятся настолько серьезные оборонительные процессы, то фактически никто уже не сомневается в том, что правобережье будет освобождено в ближайшее время. Я понимаю, что вы отвечаете за другой регион, но вы явно понимаете настроение оккупантов Мелитополя. Конечно, понимаю, и точно нет ни малейших сомнений о том, что все понимают, что Херсон будет в кратчайшие сроки освобожден. Но хотел бы несколько сделать корректировку относительно той карты, которую вы только что показывали. С одной стороны, расстояние от Мелитополя до Васильевки может по карте показаться большим, но если мы возьмем практику, как делается контрнаступление нашими вооруженными силами Украины, мы помним о том, что в Харьковском направлении они освобождали по 30 километров в день. Так, а если взять расстояние от Васильевки до Мелитополя, то это примерно 50 километров. Поэтому оно не такое большое. Прямо вверх, да, вы имеете в виду, который идет? Да, совершенно верно. Поэтому на сегодняшний день, к сожалению, мы должны признать тот факт, что расисты определили наш город как такой логистический и административный центр оккупационной власти. Но, с другой стороны, стратегическое значение освобождения Мелитополя также от освобождения Мелитополя зависит из ситуации и в Запорожье, и Никополе. Сегодня мы видим, что в основном террор Запорожья ежедневно идет ракетами Ц-300, дальность которых не превышает 70-80 километров, и которых запускают в районе Мелитополя такмака, которые долетают до Запорожья. Поэтому не прекратится террор, пока не деоккупируется Мелитополь. Такая же ситуация, связка с Энергодаром и Никополем. Поэтому нет иных шансов у нас, как деоккупировать юг Украины и освободить их от расистов. И расисты это хорошо понимают. Иван, скажите, пожалуйста, назначение Суровикина многие связывают как раз с его беспрецептностью в плане отдачи приказов. То есть, как бы бомбить город не проблема, прикрываться гражданским населением вообще легко. И сейчас вот в контексте Херсона как раз идет это обсуждение. Не оставят ли они людей, жителей Херсона, как живой щит, по сути, готовя какие-то провокации. Что в этом плане с Мелитополем? Вы сказали, 50 тысяч населения осталось. Но все равно, даже если это вдвое, втрое меньше, все равно это огромное количество людей, которые фактически стали заложником российской оккупации. Как их используют россияне, скажите, вот в своих целях? 100% на сегодняшний день жители всех оккупированных территорий это заложники у террориста России. И по-другому никак. Они прикрываются нашими детьми в школах. Они прикрываются нашими жителями, которых не выпускают из временной оккупации. Тому подтверждение очередя 4 тысячи человек в Васильевке. Тысячи людей на выезд через Крым, Европейский Союз или Грузию, и в Украину. Такая же ситуация на выезде через ДНР в Мариуполь. Это тому подтверждение, что люди пытаются выехать, а расисты их держат как заключенных, как обычно поступает террорист. К сожалению, на сегодняшний день мы не можем обеспечить выезд и эвакуационные коридоры, потому что расисты против. Регулярные министерства реинтеграции, профильные службы, спецслужбы запрашивают коридор эвакуационный у расистов. Но расисты цинично отвечают о том, что по нашей информации нет потребности, что является прямым обманом, глядя на те цифры, которые я сказал ранее. Но также мы должны понять, что сегодня расисты не только держат в заложниках наших жителей, а они минируют объекты инфраструктуры. У нас есть четкая информация о том, что мелитопольские тепловые сети заминированы, энергетическая инфраструктура заминирована, поэтому мы понимаем риски, что когда расисты будут бежать из нашего города, есть большая вероятность о том, что огромное количество инфраструктуры будет разрушено или повреждено, но это точно нам по силам все восстановить. Без расистов мы справимся со всем. Иваны, расскажите, пожалуйста, еще о движении в обратном направлении. Подвозят ли в Мелитополь новых людей, мобилизованных, новое вооружение? Ранее мы много говорили о том, что целые эшелоны шли, потому что Мелитополь известен еще и как логистический центр, очень крупный. Сейчас что происходит? К сожалению, движение не останавливается. Мобилизованных в ближайших селах Мелитополя мы начали наблюдать еще две с половиной недели назад. Буквально вчера с одного из села Мелитопольского района, не буду называть название, заехало 200 человек новых военных, часть из которых есть мобилизованными. Сегодня еще в следующее село заехало 200 российских военных. Они беспринципно селятся в пустые квартиры людей, которые выехали, если селятся в городе. И такая же ситуация по всем селам. К сожалению, также трафик техники военной через Мелитополь не ослабевает. Они перебрасывают комплексы С-300, они перебрасывают бронетехнику, миграция техники идет. Причем идет как в сторону линии фронта Запорожской, так и в обратную сторону. То ли это ротация в частях у них происходит, но наша задача, чтобы жители информировали обо всем этом, чтобы было проще разобраться нашим спецслужбам и, конечно же, нашим воронеженным силам. Но сегодня, как логистический центр, Мелитополь для расистов полноценно функционирует, к сожалению. Иван, известно также о том, что российские оккупационные войска готовят провокации в Мелитополе для того, чтобы, понятно, совершить их под другим флагом, так называемым, обвинить, наверное, ВСУ или наших партизан в этом. Расскажите, пожалуйста, что это за провокация, которую раскрыли в парке имени Горького? Там якобы обнаружили оружие и боеприпасы. Поясните аудитории, что это за мероприятие было? Рашисты регулярно устраивают такие провокации. Если вспомнить, три недели назад они сделали взрыв на центральном рынке, который сами сделали в самом густонаселенном районе в это время города. Такую же ситуацию они сделали полторы недели назад на следующем рынке. И также было просто жителями найдено оружие в парке в момент подготовки к проведению мероприятия. Но хочу отметить и следующее. Завтра в 16 будет празднование дня освобождения города Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков. Завтра они сгоняют на площадь большое количество бюджетников, большое количество тех коллаборантов, которые работали у них на референдуме. И таким образом попытаются создать массовку. И по информации завтра также они будут пытаться делать провокации и попытаются обвинить в этом вооруженные силы Украины. Но, конечно же, этого не удастся, потому что мы владеем информацией значительно раньше, чем они хотят сделать эти провокации. Ну что ж, будем надеяться на лучшее и следить за событиями, рассказывать о них уже завтра. Спасибо вам, Иван Федоров. Мэр Мелитополя был в прямом эфире. Большое спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok